Новый удар ковида. Накануне в Приднестровье плюс 683 заболевших, 5 человек умерли. В последнее время коронавирус устанавливает рекорды с пугающей регулярностью. Предыдущие два в начале этого месяца и в конце ноября. Итого Приднестровье приближается к отметке в 20 тысяч заболевших. Коронавирус. Вторая волна оказалась гораздо мощнее первой. Нахлынула в сентябре и бьет рекорд за рекордом. В Приднестровье накануне было плюс 683 заболевших. Дистанция до тысячи в сутки сокращается. Медучреждения загружены на 75 процентов, а более двух тысяч пациентов проходят лечение на дому. Но есть и те, кому понадобилась дополнительная помощь. Их перевели в стационары. Сейчас в Приднестровье в разы выросло количество тестируемых. Это одна из причин корона скачка. Для многих прямая связь с ростом статистики и повод расслабиться. Но риск проиграть в такой лотерее слишком велик. За время пандемии у нас от ковида умерли 360 человек. Причем, если раньше мы говорили о группе риска, то сейчас ее по сути нет. Под угрозой каждый. Умирают даже совсем молодые. И еще. Вспомним март этого года. Тогда считали каждого заболевшего. И нас это пугало. 500 заболевших в Приднестровье только к началу мая. То есть спустя полтора месяца после первых коронаслучаев. Сейчас же столько выявляют каждый день. Может, стоит задуматься? Тем более впереди новогодние каникулы. Возможность максимально изолироваться и прервать ковид в цепочку. И немного мировых коронановостей. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире свыше 75 миллионов заболевших. Более полутора миллионов умерли. На первом месте антитопа США. Более 17 миллионов зараженных. Кривая ковид статистики в Америке. Уже два месяца стремится вверх. Другой антирекордсмен Грузия удерживает первое место по коэффициенту заболеваемости второй волны. Причем в начале пандемии страна успешно боролась с вирусом. До конца августа максимальное число зараженных в день не более 30. Но уже в сентябре быстрый рост. Суточные показатели подскочили до отметки в несколько тысяч. В ноябре в Грузии вернули ограничения. Закрыли магазины, рестораны, фитнес-центры. Вели комендантский час. Отменили авиасообщение. Аналогичная ситуация в Кольше. Относительное затишье и резкий бум заболеваемости. Закрыты гостиницы, горнолыжные курорты и непродовольственные магазины. А еще комендантский час. Причем на новогодние праздники. С 9 вечера 31 декабря до 6 утра 1 января. 2021 поляки точно встретят дома.